Десятки тысяч людей приехали в Россию из разных уголков мира. Именно десятки тысяч. Они создают эту замечательную праздничную атмосферу в России. Ну и, конечно, они сами своими глазами видят, как радушно их здесь принимают, как рады граждане нашей страны, и любители спорта, и просто люди, даже далёкие от футбола, рады тому, что столько людей приехало в Россию с такими добрыми намерениями в атмосферу праздника и доверия. Так называемые народные журналисты – те люди, которые работают сами от себя в своём личном качестве в социальных сетях, они как раз и способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули. Люди увидели, что Россия – это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная к тем, кто к нам приезжает. Конечно, в значительной степени это создано усилиями наших любителей футбола. Готовлена команда от того, как тренерский состав выбрал тактику, какую тактику. В нашей стране, как вы видите, любят футбол. Мы приложили много усилий и вложили немало средств в строительство инфраструктуры для развития футбола. И я уверен, что в своё время выбор России как страны, которая организует отличие от мира, был очень правильным. Мы за это очень благодарны руководству FIFA, всем, кто голосовал за нашу страну, которые, конечно, любят эту замечательную игру. Двое, что произошло в этом World Cup. Один, что Россия становится настоящим футболом. Я думаю, что в последнее время, после квалификации России национальной команде против Спании, для квадратного финала, в порядки двух рейса футболом, который входит на пол 세상 каждом и каждом городе России. Другая ситуация, что мы все остались в любовь с Россией. Все из нас, все, кто был здесь за период времени сейчас, обнаружили страны, которые мы не знали. Другая ситуация, что некоторые пытались поставить на нас в связи с Россией. Не только они не правы, но и на самом деле наоборот. Это один из лучших Россией, которые я видел в последние четыре года. Спасибо, президент. Спасибо, Роман. Продолжение следует...